господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного и вот попросили озвучить люди не хотят считать говорит а когда в видео они лучше слушают то при основании потеряевки уже каждое воскресенье с 91 года те годы первые я говорил завел занятия по тематике вот корову там прощита животных дорогу стали там рейка подправлять а дороге люди отчего там берегись чего-то там какая-то беда была и при том это делалось в лагере поэтому называется имена фамилии они люди сидят я их прямо называю исправляйтесь смотрите успевайте были люди противящиеся все до одного съехали никто их не выгонял но не поняли не туда попали занятие по темам потеряевки тема тему который давала сама жизнь называется берегись пошел прощаясь своими учениками христос дал наказы которые касаются и всех нас он предупредил что будут войны химические атомные бактериологические но главное не в этом марк 13 глава отвечаем иисус начал говорить берегитесь чтобы кто не прелестил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить я христос и многих прелестят а вот это есть секта как определяете что секты секта это другое от основного учения там против троицы просто я отрицание института священства а зачем где двое или трое двое трое выпивать собирается мужики воровать берегитесь главная опасность тут отходит тех кого прелестят надо думать что и они будут искренне верить если валовы жильцы скакали и крещали ему то значит что они когда-то что-то получали после этих новозваний вот понятно третье царство и стали не кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями так что кровь лилась по ним обыкновение то есть это была не первая их попытка достучаться и отвечала это аполлонов стоял там памятник он отвечал вопрошали его он отвечал и говорил идти на войну не идти я затоус подробно об этом говорит и вдруг он перестал говорить почему я затоус говорит потому что епископа мученика вавилу похоронили рядом а юлиан отступник не знал как он обращался к этому идолу он молчит и тогда он дал указание здесь мы будем делать там площадку надо захоронить перед другое место перезахоронили а что а почему то и когда могилы его дошли его перезахоронили дальше закончилось почему дальше они стали могилу убирать то я зато все это раскрыл все их тайную кухню дальше разве будут коммунисты кричать ленин помоги нам услышь наш сталин значит были им и явление каждому речь о прощении идет внутри христианства потому что прощение будет на уровне принятия христа люди будут выдавать себя не за буду или за кришну но за христа как виссарион и белое братство слово берегись всегда означает смертельной опасности встречается библии 23 раза у нас слово внимание библии его нет есть внимательно это слово еще двадцать семь раз предупреждает об опасности чтоб береглись беды и того 50 раз бог трогает нас останавливает и предупреждает предостерегает если бы вы усвоили по одному предупреждению на неделю и весь год был бы безопасный мы в лагере осторожней с огнем и господь хранит нас уже 29 лет уже 44 года теперь даже если ребенок найдет спички он должен тотчас предупредить старшего а сам к ним не прикасаться первое предупреждение бытие когда было первое предупреждение было в раю не здесь и ребенок знает нашли коробок кто-то ранил стоят дети смотрят и один не подходит как по-другому нельзя не прикасайся вам не надо судить у вас детского лагеря нет вы кто на меня нападает назовите одного хотя бы кого не не вы а сами кого то знаете что в частном порядке человек организовал лагерь и чтобы минимум хотя бы 40 лет он занимался тысячи детей без помощи государства ну понимаете вы нападаете это еще будут отвечать я вижу как мошкара какая-то на навозной кучи шумит мельтешится и все вот это занятие которое видно что я называю даты священное писание цифры к этому готовиться надо и такой темы может где-то и есть нюансы свои тут потеряемский дальше а вам сказал ему берегись не возвращай сына моего туда и далее это угроза все жестче и грознее его последствия несоблюдения будут очевидно сразу же придумали лечительно от наркотиков от алкоголя никогда этого никто не знал это никакая не болезнь стоит только арестовать человека и он нормально делается сразу же мусульман их лечит очень быстро за один вечер и ниже никого не обворовывают не отравляют зашел моисей на гору и предупредил что кто за черту перешагнет смерть все и никто больше не полез у мусульман нельзя это сразу голову отрезали на штахет все кончилось а то лечить это болезнь дурь даже скотину побить камнями или стрелой если жена твоя зовет к иным божествам не пощаде перед смертью можешь ее поцеловать но не больше придумали сегодня разные лазейки что можно грешить и бог не с ним особенно под попы изощряется архиерея все и в брюках женщины но она же у нее шеренки ты здесь нет как у мужчины а зачем ей ширинка то и надо все разрезать чтобы она могла оправиться все абсолютно оправдывает все то есть грязь пульпа навозная через порог церковных и это прямо ягну зачем раньше 30 лет оставить этот человек немощно тут какая немощно чем надо в 40 лет ставит раз он немощно то ответить не могут ну такая практика практика от кого до канона они теперь не имеют силу ах вон как дак это и не православие это поповско выдуманное советское и рачикистское православие сергианская не каньянская она не божественное сегодняшнее православие редко найдешь чтобы на хоть маленько напоминала православие дальше евреем 10 главам если отвершись сакона маисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью то скольте к чайшему думайте наказание повинен будет тот кто попирает сына божия и не почитает за святыню кровь завета который священ и духа благодать и оскорбляет без милосердия никто не имеет права заступать мы знаем того кто сказал у меня отомщение я вас дам говорит господь и еще господь будет судить народ свой страшно в пальцах руки бога страшно а сегодня какого страха нет любой лишь бы зашли лишь бы свечку купили там бизнес устроили православие то нет никакого крещения нет венчание венки над головы венцы над головами держат обман сплошным потоком обман исповеди нет оглашенной из детей не выход не выходит никто значит литургии верных нету а какое причастие когда его надо избергать до 30 лет в 19 лет его уже поставили только берегись и тщательно храни душу твою чтобы тебе не забыть тех дел которые видели глаза твои и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей и поведай не к сынам твоим и сынам сынов твоих вот так об этом и говорили не забывайте какую мы имеем тут свободу вообразите что вы в корчуна это соседняя где сельсовет 15 километров от нас кто бы там стал бить в колокол или вот так и собираться чтобы свое отдельное деревенское собрание было берегитесь не обольститесь оборачиваться на то что уже ушло от нас а некоторые уехали в корчуна от нас были но все вместе с ними там выпивают и все то же самое валяются пьяные члены нашей общины были сделали врагами просто почему подпитки нет никакой им заранее сказали ничего не будет барышничать с ворами сходятся по полям ездят покупают ворованное это христиане и все нормально на них никто не нападает пока люди были в египте и бог не дает никакого закона нужно сначала было выйти а потом уже устав составили второе законе 15 глава берегись чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль приближается седьмой год год прощения чтобы того глаз твой не сделался не милостью к нищему брату твоему и ты не отказал ему ибо он возобьет на тебя господу и будет на тебе великий грех вот как то есть некоторые скажут седьмой год кончается сейчас все отпускали своих которые должников а счете буду брать один год и ты уже свободы вот закончится эта дата с этой даты чтобы на семь лет тебя поработить не у всех будет по 15 голов крупного рогатого скота и по четыре трактора это как здесь потеряевки заботись я вновь приезжающий потеряю второзаконного стати глава когда пойдешь поход против врагов твоих берегись всего худого то есть вот как раз здесь придумали паститься не надо пойдешь против врагов ну вот берегись вот они пошли игиловцы куда они мухаммад взял там много от моисеева закона мухаммад также не так убить это закон был до времени это бабки своим внукам говорят пусть внучки подольше поспят ручки ручки и нужно разобрать что в этом худое внучки это женские внучки да нет внучки те кто не ходят на наши занятия они худо делают вчера на наше богослужение некоторые не были а мы говорили о молитве и они этого теперь не знаю я говорил где проповеди на каждом богослужении берегись заклятого потом уже начали бутылка рассчитываться это заклятое по полям чужой ворованный не покупаю но заклятое со всех сторон то есть узнали такое было даже приехали такие люди книга его берегись не склоняйся к нечестию которую ты предпочел страданию учи этому ребенка чтобы матеркам не научился а он научился и здесь матерки я наказывал уехал в корчину и ребенок учителя жалуется материться и приехал один а к нему дочь приехала ну и у нас она не пошла она прошла там это в школе учиться так и скорчины завели буквально она развратила всех мужиков принимает подряд но и он пьяница уехал ибо это зло свирепствует в школе не сообщайте с ними не заходите в столовую молодежь склоняется и потом падает в блуд и мозги проеденный и потом ему в дом кирпичи летят зирахов берегись от него чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ней видите как просто какой язык замарать прям сегодняшний язык берегись без стыдного глаза и не удивляйся если он согрешит против тебя если си рахов посмотрите вот написано 26 то у нас это 25 в письменном варианте почему-то в поисковике 26 там как-то первая глава не так дальше берегись чтоб не вплоткнуться ими и не впасть перед злоумышляющим помогай ближним по стиле твоей берегись чтобы тебе не впасть в тоже тави 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 береги сына из всякого вида распутства возьми себе жену из племени на отцов твоих но не бери жены и наземные которые не из колена отца твоего ибо мы сыны пророков и издревле помни издревле отцы наши но и авраам и саак и аков помни сын мой что все они брали жены среды братьев своих и были благословлены благословенных детях своих и потом что их наследует землю вот как наказывать надо православное то знает это или нет знаком женятся то берет какой его ставят но она была крещена уже в это время она потеряла девственность его священники ставить его нельзя если он будет священники каноны такие вот я разговаривал со старобляция но оставит нет говорит а почему он не сохранил себя и юноша если был детский крещен а впал в блуд где-то ну все уже прошло а теперь ему священники кандидатура не пройдет никак давай саша натравливать против нас ребят устили духа саша потеряете беззаконник черные сидя на пути коварного кто бережет душу свою выдались от них и он коварный он коварный прогони его и сбережешь душу твою хорошо слышишь роман а я кому кому то есть этот человек стал разрушать семьи там где в блуд куда не поедет блудный блудный просто физический блуд потом пошел баптистом и там это заметили и наконец нигде сидит дома я предупреждал а то они сидят люди передо мной эти прогони его со дворопалкой берегись он много зла уже натворил и будет еще больше творить у него задача такая лукава теперь уже разные люди приходят и рассказывают как он натравил их пакостными разговорами против меня и запуталась нога его и пал он смертельно без нашего вмешательства там терновник и непрерывно ставят сети то он крышу починить хочет сюда приехать а то другую беду задевает в дом не запускай и не разговаривай то есть он никак не выезжал и тогда сделали крестный ход и наутро его вымел господь оттуда дом продал и на этом все нормально человек был все гордость задушила ни под каким видом не хотел подчиняться это было единственным у нас который получал даже деньги за то что ездил по соседним деревням благовестного батюшка напиши что ты там говорил никогда не мог ничего сказать а потом вы если он приезжал там глушком и только одно как вывернуться из-под лапкиных какой-то тополек надо было спилить батюшка говорит это в деревне внутри не надо это озеленение так вот он плюнул перед батюшкой когда вы передохнете лапкины представьте перед батюшкой батюшка перед мулой бы плюнул тебе что бы сказали то есть никаких границ не было и наконец полный все бог отнял веры никакой веры и он услышал где-то нападает он сразу с ними соединяется то есть это уже не безумие это полная одержимость бесовская нормальный совершенно человек был вот здесь был у нас и романах обо мне что он писал исследовал здесь был помогал я ему благодарен все время и вдруг как сбесился стал против еще закончилось бросил лапа машинство женился ребенка дожил уехал но любой скажет хорошо это или нет я знаю который нападали ни один без повреждения не остался на нападает они на меня а на то что я говорю дальше еремея берегитесь каждый своего друга и не доверяйте ни одному из своих братьев ибо всякий брат ставит преткновение другому и всякий друг разносит клеветы точно каждый обманывает своего друга и правда не говорят правда все измена труса себя обман приучили язык свой говорит ложь лукавствую до усталости ты живешь среди коварства по коварству не отрекается знать менее говорит господь малахи но не сделали того же один и в нем пребывал превосходный дух что же сделал этот один он желал получить от бога потомство и так берегите дух ваш и никто не поступает вероломно против жены юности вот видишь как он же вошел как горит она авраама нападает его малахи пророк объясняет это здесь уже плотно подходим к новому завету дальше иной может только стонать берегись такого настроения ибо тебя ни на шаг не приблизит к радости господней это тебя радостный будь и во время поста чтобы других приободрить берегите дух ваш матвея глава берегитесь уже пророков которые приходят к вам в овечьей одежде хорошенькие такие все сектанты резиновая улыбочка у них а внутри суть волки хищные здесь тебе никак уже не обойтись без занятий и читать библию надо будет постоянно иначе не будешь знать кто такие лжа пророки и риме доставилова порок который довидел сон пусть и рассказывать его как сон о котором мое слово тут пусть говорит словом и верно что общего мякины чистым зерном говорит господь ну смеете тема какая красным я специально выделяю места из святой библии но которая выступает православная то у них этого нет он говорит молотит а у него не нет ответа ссылки на библию это нужно отличать мякина чистого зерна чтобы не слушали храме обязательно спаси христос батюшка это все так говорят ты пойми сначала что там сказано по делу и подписанию или от чрева твоего своего сказанного берегись это более в частном порядке как бы к одному человеку сказано но есть еще предупреждение как бы для всех для общества верно такие предупреждения вы били еще 23 послание риме берегите же чтобы и вам не сделаться подобными наплеменникам и чтобы страх перед ними не владел и вами перед идолами видя толпу спереди и сзади их кланяющихся перед ними скажите вы мне тебе должно поклоняться владыка приму для соломона и так хранитесь от бесполезного ропота берегитесь от злоречия языка ибо и тайное слово не пройдет даром а клевещущие высота убивают душ это я вам говорю всем отстаньте от меня отстаньте вам не надо это делать сегодня еще несколько человек новых в этот в эту вязанку вошли а вот если докажете вы лжец а что я тебе буду доказывать это никакой нужды нет доказывать чё по чем угодно что я тебе сказал только сразу а вы докажите это ну как я могу доказать вот пишут что у ленина там были евреи в родственнике бланк и проще того докажите иначе вы там юдафоб там или что-то точно придумывает такая мерзость иисус новин но вы берегитесь заклятого чтобы и самим не подвергнуться заклятию если возьмете что-нибудь из заклятого и чтобы настанцу ну израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды не просто так это мое дело хочу нет ты православный и поэтому всякая вот эта пакость что делать и падает на православие деяние берегите же чтобы не пришло на вас сказано пророков 2 петра итак вы возлюбленные будущие предотврены оси берегитесь чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпастить своего утверждения полным крушением закончилась у беззаконников и сопротивление истине 1 коринфянам берегитесь однако же чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощи вот еще чего надо бояться послание галата вот и некоторые там ну что-то поставили варенье забродило алкогольное то я сказал вылить все разбейте все эти банки чтобы больше этого не было вот так вы соблазн подаете другие будут пить если не будете дружны если не будете прощать друг другу дом разделиться тогда сам в себе ему не устоять если будете один и другого клепать перед внешними к вам уже приезжал пожарник рассказал где богат где бочка как тушить что из этого сделали на лето можно же бочку налить водой и в случае чего бочку подвести к огню так ничего не сделали создайте команду еще о том говорить надо вижу сон то говорит дом сашу дмухи летят главный вражина был летят головешки через березы но думаю пока долетят они уже погаснут но не падают на крышу виталий все горит уже лезу на сарань но не могу залезть эти как еще ничего нету а я уже все это видел во сне и сказал на занятия пожалуйста филиппийцы берегитесь псов берегитесь злых делателей берегитесь обрезами деяния смотрите презрители подивитесь и исчезните ибо я делаю дело в одни ваши дело которому не поверили бы вы если бы кто рассказывал придет время и кончатся эти занятия и потом когда будут новые люди они будут вопрошать что на каждый вопрос можно было получить что на каждый вопрос можно было получить ответ и вложи туда это интонации ты увидишь вопрос то не просто это так то я не буду спрашивать что и вам отмечали меня то не будет я сегодня хочу прощаться у меня такое чувство что мое время кончилось отец у меня семьдесят пять только лет жил а мне уже семьдесят седьмой я хочу полностью что надо успеть и обратиться я отвечу вам на вопросы я отвечал на вопросы в разных университетах по радио где только не было на все вопросы политика экономика социология литература работа что мне бог дал этот талант я его не зарыл дальше и вы не ценили это презрители истины это люди новых это будут будут спрашивать и вам от эти слова подкинут а вы тут вот сидите наслаждайтесь этой тучной трапезы а других сюда и канатом не затянешь легче верблюда сюда завести чем этих прихожан оцените сегодня в эту благодать божию сколько нам радости дают строки слова божия и придет сказанное в этих словах на нас нам все кажется что наказание это не про нас как раз к нам это и относится презрители господь предупреждает что если не будем трудиться для господа будем греть синим пламенем понесут нас на вилок отсюда второй тимофея александр много сделал мне зла на воздаст ему господь по делам его александр муха и там написано еще димитрий это его друг димитрий был друженин как будто бы специально все это прямо павел написал для нас надо было беречься и не ссылаться на общее что есть у вас берегитесь иуда апостол а других страхом спасать и строгая из огня облегчайте жизнь со страхом гнушать даже одежду которая сверена плотью у нас было такой один принял крещение а потом оказалось что он живет блудно в городской поэтому сказали раздеваться только в кочегарке наконец в конце концов поставил жену и ушел при рыбодейке его нету серахов безрассудным много не говори и к неразумному не ходи берегись от него чтобы не иметь неприятностей не замарать себя столкновением с ним углонись от него и найдешь покой и не будешь огорчен безумием его что тяжелее свинца и какое имя ему как неглупый вот так дальше слово божие повелевает и об этом разговор уже доволен должен быть окончен появился такой хамовитый человек ты его не исправишь а сам заразишься вы себе на уме сейчас думаете что уже и так много знаете поисей много знал был боговидец но ему подсказал тесть его чтобы он судил только важные дела они мелочи домашние и сам пророк и не додумался до этого а сам пророк в одном человеке все не может быть арсений великий дело так что когда сидел закладывал ногу за ногу а что тут особенного скажет любой сегодняшний знаток нравов ну да братья рассудили не так но признано было это неприлично тогда братья решили так присутствие арсения сделай так же а я тебе сделать замечание и он поймет так и устроил все слышу это самый умный человек в империи вдруг и понял что как же так такое простое дело а он не додумался а он воспитывал царских сыновеев две части империи восточно-западной искали самого умного человека это феодосий старший а два сына гонорий и аркадий ему нужно чтобы был мирская литература математику астрономии все знал все и божественное знал найдут знают божественно мирского не знают знает мирское наконец одного нашли и он наказал так царского сына однажды что у него розги остались следы розок осталось на всю жизнь дальше камень а камень шлифуется люди научаются один и другого так казалось что после соломона чего же можно сказать хорошо давай считай столько всего понаписал а и о птицах и обучающих чать будем и от женщинах ну вот родился иисус сирахов и дерзнул посыгнуть на мудрость соломона расширил добил добавил и едва ли не превзошел уже три евангелия написано но иоанн не решил что будет лишним еще на евангелие написать на фоне грамотных посланий павла кто бы вообще мог постигнуть на эту область ничуть не бывало совершенно неграмотные рыбаки еще пять посланий написали иаков с иудой постарались а лишним это не стало в одном человеке всего быть не может если сказано что такой невер одежды нужно гнушаться будь то брат вы или сват тебе испорить не нужно и размышлять не стоит а удержись на том чтобы тебе это исполнить и как можно точнее этим ты можешь павшему в грех но ты его не суди не выноси приговор если он раскаивается если в чем кого судишь то осудишь то в том же и впадешь только не будь дерзок не погуби совесть свою при мудрости рах дальше помогай ближнему по силе твоей и береги чтобы тебе не впасть в то же послание кремлинам хорошо они отломились неверием а ты держишься верой не гордись но бойся мудрость соломона и так хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка ибо и тайное слово не пройдет даром а клевещущие уста убивают душу не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни корень и не привлекайте к себе погибели делами рук ваш это я предупреждаю всем нападающим у вас православии очень много надо снова крестных крестные ходы вокруг мест где-то кто-то на столпе кто-то на озере простоял вот газеты парламентская газета известия комсомольская правда и другие и все об одном о строении новых храмах об иконах о крестах о мощах обретенных а поиски этих мощей вруют траншеи берегите уже пророков они собрались православие разве патриарах не знает что эти поиски и изыскания по всей россии что тут есть евангельского послание филиппийцам только живите достойно благовествования христова чтобы вы не приду ли я и увижу вас или не приду слышать о вас что вы стоите в одном духе подвязаясь единодушно за веру евангельскую веру подвязать сатанада призыв то не за православную не за баптистскую не за католическую даже намека нет что эти люди евангелие когда держали в руках все пока я попрошу закрыть это я сейчас открою другое вот так вот и прочитаемся